Совещание на берегу Байкала. В зале представители регионального правительства, законодательного собрания, мэры городов, районов, общественники. Премьер-министр в своей приветственной речи говорит о том, как важно живое общение с людьми, непосредственные коммуникации позволяют эффективнее решать любые задачи. Дальше встреча уже идет в режиме диалога. Первый вопрос задает мэр Свирска. Он отмечает 90% проблем жителей города, связанных со сферой ЖКХ. Они особенно актуальны накануне очередного повышения тарифов и недоверия жителей к управляющим компаниям. Их деятельность должна быть понятна нашим людям. То есть, иными словами, все управляющие компании, компании, которые занимаются ЖКХ, их очень много, и они очень разные. Они должны понимать свою ответственность перед нашими людьми. Они должны предъявлять свои результаты работы в виде соответствующих отчетов. Мы должны понимать, каким образом формируется тариф. Мы должны понимать, мы, я имею в виду в целом граждане нашей страны, за что мы платим. Необходимо, чтобы люди понимали и то, каким образом руководство страны и области решает глобальные задачи. В ближайшее время, отмечает премьер-министр, федеральный центр примет ряд решений, касающихся Иркутской области. В частности, Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть вопрос об увеличении доли федерального финансирования программы предоставления жилья молодым семьям. Сейчас при Ангаре около 6 тысяч человек стоят в очереди на получение квартир. Реализация этой программы, по мнению участников встречи, будет способствовать закреплению молодежи в регионе. Еще один проект, который поможет в решении этого вопроса – поддержка молодых врачей, работающих в сельской местности. Премьер-министр отметил, с учетом нехватки медицинских работников, миллион подъемных смогут получать и те выпускники вузов, которые намерены отправиться на работу в северные города области. Одним из ключевых вопросов, поднятых на встречу, был вопрос стоимости авиаперевозок из Иркутска в Москву. Дмитрий Медведев отметил, что такая программа уже реализуется, правда, пока она касается только определенных регионов и определенных категорий граждан. По приезду в столицу премьер-министр пообещал еще раз поднять этот вопрос на уровне федерального правительства, для того, чтобы дать возможность Иркутску быть включенным в перечень городов, где субсидируются перелеты в центр России. При Ангаре входит в число участников федеральной целевой программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Премьер-министр отмечает, необходимо, чтобы ключевые регионы имели возможность доступных коммуникаций со столицей. На этом нельзя экономить. Почему? Именно потому, что мы должны ощущать себя единым государством. Мы должны все ощущать себя частичкой нашей страны, Великой России. А это и коммуникации, в том числе для людей, у которых нет денег. Для пенсионеров, для молодежи, которая еще денег не заработала. Поэтому эта программа удачная. Я дам поручение, мы примем решение о том, чтобы и Иркутск получил эту возможность, а по возможности или в дальнейшем и другие города области. Важно развивать и внутрирегиональные перевозки, причем финансирование должно быть не только государственным, но и частным. И средств компании, которые задействованы в сфере малой авиации. С учетом масштабов области, говорит Дмитрий Медведев, это жизненно необходимо. Именно поэтому при Ангаре войдет в перечень пилотных регионов, в котором будут выделены субсидии на развитие санитарной авиации. Это потребует достаточно больших затрат. Необходимо не только закупить технику, но и обустроить взлетно-посадочные полосы. В продолжении транспортной темы обсуждался вопрос развития федеральной трассы М-53. Сейчас прорабатываются детали строительства объездных дорог вокруг районных центров. Встреча с активом продолжалась около полутора часов. После чего премьер-министр отправился в лимнологический музей, где по плану пройдет совещание, посвященное вопросам экологии. Галина Тернева, Александр Мокин. Новости сейчас.